Игроделы, привет! Я надеюсь, что многие из вас играли в игру Hi-Fi Rush, и если вы там заметите, то там вся игра, она происходит прям полностью под музыку, там даже объекты под музыку, в такт музыке, точнее, да, они двигаются. Вот, поэтому сегодня мы сделаем на примере вот этих трех кубиков то же самое, что в той игре. Поэтому, в общем-то, давайте запустим. Ну, в общем-то, я думаю, что вы поняли. Там на такой, как бы, клэп, там они начинают подпрыгивать, и между этими клэпами они начинают менять цвет еще. В общем-то, давайте, прежде чем начать, не забывайте подписываться на канал, вступайте в закрытый Telegram-чат, подписка на Boosty, но мы с вами приступаем. Итак, в первую очередь импортируйте звук, который у вас будет воспроизводиться. Поэтому давайте куда-нибудь в папку контента, в принципе, в любую папку, правая кнопка мыши, импортируем. Итак, все, вот мой звук готов, и теперь мы можем с вами сделать таким образом. Мы нажимаем правая кнопка мыши, получается, здесь в поиске давайте введем с вами Level Sequence, нажимаем сюда, и пусть будет называться это LS Level Sequence Music Trigger. Music Trigger, как-то так назовем. После этого давайте создадим непосредственно наши объекты, которые будут подлежать нашим манипуляциям. Для этого правая кнопка мыши, Blueprint Class, Actor, и пусть будет это называться у нас BP Cube. Заходим сюда, и давайте здесь кубик наш этот добавим. Давайте куб, ну вот такой вот кубик. Сразу хочу сказать, здесь все зависит от вашего желания, что вы хотите именно делать с вашим кубиком. Я его буду как бы подпрыгнуть, чтобы он подпрыгивал, вот, поэтому здесь мне нужно добавить simulate physics. То есть, если вам не нужна физика, если вам там нужно, чтобы он окрашивался в какой-то цвет, то, пожалуйста, без проблем можете это делать. Давайте вот это все пока же сюда прикрепим, нажмем Compile. После этого мы с вами переходим в Level Sequence, нажимаем. Так, где-то внизу у меня появился, да, вот он. Так, все, что нам здесь нужно сделать на начальном этапе, это вот этот, взять эту музыку. Давайте вот этот Content Browser чуть-чуть пониже сделаю. Взять вот эту музыку и перетащить ее, попытаться как-нибудь вот сюда. Да, здесь нажимаем Yes. И все, теперь мы видим то, что у нас есть наша вот эта вот звуковая секвенция, да. И теперь мы можем здесь нажать правой кнопкой мыши, а здесь можем прописать триггер. И здесь выбрать триггер. Видим то, что у нас здесь появляется такой как бы ивент. Давайте мы сразу F2 и переименуем это, допустим, на Jump Trigger. Итак, после этого давайте мы вот эти наши кубики, вытащим их на сцену. Давайте возьмем вот этот куб, куда-нибудь сюда поставим. Дальше этот куб куда-нибудь вот сюда. Этот получается куда-нибудь вот сюда. Все, возвращаемся снова в наш этот Sequence. И теперь смотрите, мы можем здесь нажать вот Jump Trigger. И теперь давайте мы с вами найдем фрагмент нашего звука, на котором должен происходить прыжок. Вот, я хочу, чтобы здесь вот на вот этом клэпе, да, у меня производился звук. Поэтому я здесь нажимаю ключ. Дальше я нажимаю на этот сам ключ двойным щелчком. И здесь мы видим, что у нас появляется вот такой вот Sequence Event. Теперь смотрите, мы здесь прописываем с вами Get All Actors of Class. Дальше я выбираю здесь BP, BP Cube. Дальше прописываю For Each Loop. То есть я хочу, чтобы эти эффекты, да, они шли для каждого моего вот этого объекта. Дальше здесь я добавляю Ad Impulse и прописываю здесь Cube. Давайте как-нибудь так это все более-менее. Это вот так вот. Ну и давайте импульс, я хочу, чтобы он у меня вверх подпрыгивал. Поэтому давайте поставим здесь 300. Well Change здесь обязательно ставим. После этого переходим с вами, получается, в наш репорт. Вытаскиваем здесь на сцену вот этот Level Sequence. Обязательно в любое место можете его засунуть, куда вы хотите. После этого мы переходим с вами во вкладку Details вот этого вот секвенсора. Здесь ставим галочку Auto Play, чтобы он с самого начала у нас начинал работать, как мы запустим игру. И Loop мы здесь давайте поставим на зацикливание. И теперь смотрите, давайте запустим нашу игру. Видели, да, то, что там такой прыжок как бы был. Поэтому смотрите, во-первых, я бы хотел, переходим сюда. Давайте мы с вами импульсом добавим чуть больше. Давайте поставим 500. Во-вторых, переходим с вами в Level Sequence снова. И давайте мы вот этот триггер, мы его выделим. И расставим в тех моментах, где необходимо, чтобы у нас какие-то действия наши кубики совершали. Поэтому Ctrl-C. Ну и, соответственно, сейчас просто расставлю эти все точки. Итак, все, я вот на вот эти клэпы, как мог, быстренько на скорую руку расставил эти вот точки. Ну и теперь давайте посмотрим, как это будет работать. Запускаем игру. Ну вот как-то так это все и работает. Также еще, конечно же, можем сделать, пойти с вами таким вот путем. Мы можем здесь добавить еще один, получается, триггер. Давайте нажимаем правой кнопкой мыши. Давайте здесь пропишем с вами триггер. Нажимаем. И давайте мы его назовем Event Change Color. И здесь можно также еще пойти таким путем. Допустим, мы можем перейти в BP Cube. Здесь в Event Graph'е мы можем создать кастомное событие. Давайте пропишем здесь Custom Event. Здесь, допустим, пусть будет называться Change Color Tourette. Давайте мы здесь у кубика поставим какой-нибудь материал. Set Material. Это просунем вот сюда. Материал. Давайте поставим какой-нибудь... Тут какой-то красный есть у меня. Да, вот он. Basic Set. Вот это, да. Супер. И давайте мы теперь здесь еще кастомное событие какой-нибудь. Custom Event. Change Color to White. Что-нибудь такое сделаем. Давайте так вот. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, это получается вот сюда. Это получается вот сюда. Ну и давайте какой-нибудь белый... Ну, вот этот Base Material выберем. Компилируем, сохраняем. Теперь переходим обратно. Вот получается в этот компонент наш вот этого вот секвенсора музыкального. Давайте мы вот это вот все скопируем, чтобы просто по несколько раз потом сюда не заходить. Переходим в Music Trigger. И здесь также мы можем выбрать какой-нибудь момент в нашей музыке, да, где нам нужно окрашивать цвет. Сначала там в красный, потом, допустим, в белый, да. Давайте я сейчас какую-нибудь точку здесь создам. Нажимаю вот сюда. Ключ. И давайте я перехожу прямо в него. И давайте тоже, в принципе, Ctrl-C, Ctrl-V. Это вот сюда. Давайте вот это мы с вами удалим. И здесь мы с вами вытащим Change Color to Red, допустим, да. Давайте это вот сюда. Теперь переходим с вами. Давайте скомпилируем, сохраним. Потому что у меня движок за время записи вылетел три раза. Давайте вот сюда вот заходим. Переходим в секвенсор. И вот это все. Ctrl-C. Просто вот этот Change Color расставляем туда, где бы вы хотели, чтобы этот цвет у вас изменялся. И давайте еще также сделаем изменение цвета на белый. Давайте также Add. Пропишем здесь с вами Trigger. Пусть будет называться, где он там, Events. Event Change Color to White. Давайте вот это вот мы сюда поставим. Нажмем здесь точку. Заходим сюда. Так, ну и теперь давайте тоже вот это все просто возьмем. Ctrl-C. Вот можно было, конечно, попроще. Там сразу же все это в переменную занести. Ну, в общем-то, давайте так пока сделаем. Давайте это здесь вытащим. И здесь Change Color to White. Это вот сюда. Компилируем, сохраняем. Давайте сразу же мы с вами в секвенции вот эти вот расставим. Давайте, в принципе, под Event Jump это все буду ставить. Так, давайте вот сюда. Ну, в принципе, вот таким вот образом. Итак, давайте теперь посмотрим. Запускаем. В принципе, я думаю, тоже нормально. Единственное, что там у нас музыка обрывается. Но это, опять же, уже такие технические моменты. Там вы можете расставить это все полностью на всю вашу композицию. Вот я просто на один кусочек такой маленький небольшой раскидал. Поэтому, в принципе, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал. Вступайте в закрытый Telegram-чат. Ну, и также подписывайтесь на Boosty. По подписке вы будете получать видеоуроки, которых не будет на YouTube. А также вы будете ежемесячно участвовать в конкурсе, где мы ежемесячно разыгрываем случайным образом различные книги по GameDeo. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. И до новых встреч.